Друзья, приветствую всех, у нас эксклюзив, сегодня известный правозащитник, основатель ГУЛАГу.нет, Владимир Осечкин. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте, Даша, спасибо за приглашение и приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Да, уважаемая аудитория, просим, пожалуйста, традиционно поставить лайк этому видео, написать в комментариях географию просмотров, откуда вы нас смотрите, и, конечно, подпишитесь на YouTube-канал Владимира Осечкина, вся информация будет в описании, все ссылки, это очень важно, и на Telegram-канал, на Instagram тоже. И подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал «Дашь счастливая», конечно же, откомментируйте, нам очень ценно ваше мнение, мы читаем комментарии, реагируем. Я знаю, что вы знаете все и даже больше, благодаря вашим источникам. Генерал СВР и Валерий Соловей – это одно и то же лицо, и второе, стоите за ними Патрушев и Чемизов, только еще раз повторите, чтобы вся аудитория услышала. Да, я сразу беру 51-ю статью и без адвоката отвечать отказываюсь. Поверьте мне, что секта одного известного рупора, что… Нет, нет, я с ними интернет-войну не собираюсь начинать, все-таки мы скромные правозащитники, а там, с одной стороны, МГИМО со службы внешней разведки, а с другой стороны, значит, и сама служба внешней разведки, якобы. Вот. Я единственное, что могу так, если серьезно, могу вам сказать, что я анализировал контент канала «Генерал СВР». Я, видимо, не настолько талантлив и не настолько опытен, я не смог найти там ни одного материала, который касается какого-либо инсайда из службы внешней разведки, из того, что делают нелегалы и военная или гражданская разведка России за рубежом. В основном это больше касается какой-то внутриполитической истории, которая имеет отношение к ФСО, к ФСБ инсайда и так далее. Поэтому я допускаю, что здесь как раз какие-то полковники, генералы ФСО или ФСБ согласовали эту историю для того, чтобы под видом «Генерал СВР» что-то выбрасывать. А что касается, еще раз подчеркну, Валерия Соловья, у него, конечно, есть большое количество его учеников, которые ушли в МИД, в Россотрудничество, в службу внешней разведки и так далее. Я не вижу, чтобы он что-то публиковал, какое-то такое конкретное, что имеет отношение к этим службам. Он старается больше работать с тем, что хочется понравиться публике и что интересует публику, а не с какими-то очень важными инсайдами, потому что если бы он разгласил хотя бы одну государственную тайну, в отношении него, очевидно, были бы возбуждены уголовные дела, были бы приняты решения о заключении под стражу и так далее. Точно так же по поводу телеграм-каналов. В сентябре прошлого года при нашем, скажем так, косвенном участии в телеграме запустился проект «Сливы». Но «Сливы» не про плодово-ягодное, значит, товарищество и выращивание слив в огороде, а «Сливы», вот те самые там инсайды. Телеграм в течение двух недель удалил этот канал, при том, что он действительно каждый день публиковал те материалы, которые, ну, например, на ГУЛАГу нет, мы бы не стали рисковать и публиковать, потому что они действительно имели отношение прямое к раскрытию государственных тайн, документов особой важности, каких-то там опасных секретов для путинского режима. За две недели просто бесследно был исчез, как будто бы не было, хотя он набрал за первые две недели 15 или 16 тысяч подписчиков. Насколько я понимаю, канал «Генерал СВР» никто не блокирует, не удаляет и так далее, и каких-то гигантских атак российских спецслужб против них мы не наблюдаем. Но тема в любом случае говорит о том, что людям интересен сам факт того, что могут быть какие-то инсайды из российских спецслужб, и на этой теме как раз появляются различные блогеры, рупоры, которые пытаются отвечать ожиданиям аудитории. Можно сколько угодно хохмить над тем, о чем рассказывает господин Соловей, это очень талантливый профессор МГИМО, который воспитал не одно поколение сотрудников службы внешней разведки и МИД России. Он действительно, я уверен, станет, возможно, в обозримом будущем академиком по части манипулирования общественным сознанием. Но, конечно же, допустить, чтобы руководители Китая встречались с каким-то фейком, с двойником, с биороботом, с мумией, с холодильником и так далее. Но нет, конечно же, это было бы невозможно в принципе. Вот видите, даже вы смеетесь. Но при этом здесь важен эффект Соловья в чем? Он озвучивает то, что люди хотят услышать. То есть такому большому количеству людей диктатор Путин осточертел, такое количество людей его презирает и его ненавидит, что первый человек, который им сообщит эту радостную новость, пусть она будет преждевременная или за два, за три года до наступления биологической смерти диктатора, но тем не менее он и сорвет самое большое количество лайков, просмотров, донатов, поддержки и так далее. Он невероятно талантливый. И он почувствовал вот эту струю. Наш с вами вот кусочек про Соловья собрал 800 тысяч. Нет, я еще раз говорю, я чтобы просто меня, уважаемый Валерий Соловей, не записал в какие-то там хейтеры, я к нему отношусь максимально позитивно. То есть человек, который пришел в YouTube и озвучивает вот подобное, и собирает большое количество просмотров, ну это круто. Просто вопрос в том, что он отвечает ожиданиям людей. Уже огромное количество людей сидит, думает, ну когда же он, когда же он. И тут приходит Валерий Соловей и говорит, все, он уже в холодильнике, все уже наступило, и огромное количество людей этому радуется. А когда ты пытаешься сказать, что, к сожалению, это не так, что наши источники, которые в том числе имеют отношение к ФСО, а мы публиковали целый ряд материалов, которые были очевидны от сотрудников ФСО, обеспечивающих спецспязь диктатора и так далее, которые не подтверждают факт смерти и говорят о том, что Путин, к сожалению, жив, все, в тот момент, когда ты этим людям, верующим в Соловья и в смерть Путина, говоришь это не так, тебя тут же начинают ненавидеть, потому что ты разрушаешь вот эту вот голубую или розовую мечту и так далее. Поэтому это первая часть. И вторая часть, то же самое, как талантливо Валерий Соловей вовремя озвучил версию, что Пригожин жив. То есть, когда до тысяч и тысяч наемников Уткина и Пригожина начало доходить, что те, кому они были верой и правдой там служили и в угоду, кому они готовы были убивать огромное количество и украинцев, и россиян, которые отказываются выполнять преступные приказы внутри этой террорганизации. И когда до тысяч наемников начало доходить, что один их босс, портрет, убил их другого босса, который им выплачивал зарплату и так далее, и третьего босса убил, который ими командовал, как боевой командир, в тот момент, когда была угроза рецидива вооруженного мятежа, вдруг господин Соловей говорит, нет, Пригожин жив, все хорошо, возможно, он, не знаю, по-моему, про Аргентину что-то говорил и так далее. И, соответственно, те, которые еще там вчера собирались доставать откуда-то там зарытые автоматы, пистолеты, то, что они там попрятали, потому что они, конечно, не все вооружение сдали, и повторять вооруженный мятеж, а они могли это сделать, боевая группировка, там, одну-две тысячи вооруженных головорезов, если они пойдут на Москву, и, конечно, никто толком не сможет остановить это, очевидно, никакие там гаишники, гибддшники и даже омоновцы не будут в состоянии справиться с теми, кто закален в боях в Африке и против Украины. И здесь, конечно же, если кто-то вбрасывает эту версию, то, соответственно, те, кто еще готовы были доставать это оружие для рецидива, они тут же, конечно, обратно все это убирают и говорят, ну, наверное, да, наверное, проще. Зачем нам сейчас рисковать идти устраивать бойню, когда вот даже Валерий Соловей нам говорит, что он жив, такой хитрый план, и еще и такие вбросы идут про эту информацию. То есть, на самом деле, это такая большая информационная психологическая операция ИПСО с целью вброса информации в головы наемников и верующих в Пригожные, в Уткина, что Путин все-таки не убийца. Потому что если они признают, что Путин убийца, тогда это получается раскол в их головах. Как бы это два орла, ну, как бы, с одной стороны, Пригожин с Уткиным, Чайковагнер, с другой стороны, Кремль, они начали, вот, впервые эти два орла начали друг друга жрать у всех на виду. Значит, их нужно тут же, там, успокоить, и вот эти вот верующих Путина и верующих в Пригожина как-то развести по разные стороны, чтобы они там между собой не передрались. И очень удобно как раз вот эта вот версия выбрасывается. Поэтому в целом я наблюдаю, что если мы говорим про господина Соловья, он озвучивает очень такие хайповые, крутые истории. Он умеет манипулировать общественным мнением, сознанием. И это заходит в интернете. И так получается, так совпадает, что и то, и другое, оно как-то на руку в целом Путина. Потому что если Путина уже убили, тогда уже не нужно готовить какое-то новое убийство и на него покушение. Можно уже всем успокоиться и просто пытаться узнавать через Валерия Соловья и генерала СВР, где тот самый холодильник, из которого мы получим фотографии того самого Путина, которого когда-то там Ельцин назначал своим преемником. Я, конечно, не могу вас не спросить о том, что российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик ракетоносисту 160М, на котором в феврале 24-го года летал российский президент Путин, получил серьезные повреждения из-за возникшего от двигателя пожара. Это первая информация. И, конечно же, плюс резиденция Путина, где он принимал шайгу пантовой ванны, где самый большой бункер, который Песков не признал, сожжена. Вопрос, кто это сделал. Тут уже Сергей Швернов говорит, что это точно была Америка, Байден, ЦРУ, ИГУР. Всех уже вспомнили. Ну и понятно, что губернаторы Горного Алтая Турчака отправляют после пожара путинской резиденции. Русскую Швейцарию Путин передал сыну своего друга. Я хочу вас спросить. Вот эти кадровые ротации и сожжение бункера резиденции Путина. Это какой-то тревожный звоночек для российского диктатора и тот же самый стратегический бомбардировщик? Ну, здесь нужно понимать, что российским силовикам важно поддерживать определенный градус испуга Путина. Потому что если Путин будет понимать, что ему ничего не угрожает, он не будет нуждаться в своей личной охране. Поэтому периодически что-то где-то должно взрываться, стрелять, превращаться, где-то что-то сгорать с тем, чтобы еще больше у диктатора глаза на лоб лезли, чтобы еще больше он в стрессе по утрам в душевой проводил время, запираясь в комнатах и так далее. У него бывают такие периоды уединения, когда на него накатывают приступы паники. Он действительно понимает, что у него огромное количество врагов. И, видимо, ФСО это активно, талантливо поддерживает, потому что очень удобно управлять тем, кто замкнут, кто запуган, кто находится в стрессе. То есть они им рулят достаточно эффективно, достаточно успешно. И рулят не само ФСО, а, конечно, те люди, которые контролируют ФСО и так далее. По поводу Турчака, отправки его на Алтай. Ну, это такая красивая ссылка. Ну, во-первых, нужно понимать, что с Турчаком Путин отказался лично встречаться. Это важно. Это не встреча с теми, с кем он рядом находится, встречается, там жмёт руку, принимает отчёты. То есть он его принял только по видеоконференцсвязи и отправил на Алтай. Это такая ссылка. У Турчака были очень серьёзные амбиции внутри Единой России. У него были очень серьёзные министерские амбиции. Он видел себя кем-то из первой пятёрки лиц в госуправлении. Его отправляют подальше, вот туда, на Алтай. Ну, возможно, для того, чтобы каким-то образом и его политические амбиции избавить, и в том числе помочь реконструировать, восстановить то, что там сгорело в результате пожара. Поэтому здесь скорее пока его отправили, Турчака, на скамейку запасных без какого-то серьёзного шанса на политический рост в обозримом будущем. Хотя, да, конечно, он входил в прияду, в окружение таких близких к Владимиру Путину. Но в какой-то определённый момент, видимо, допустил какие-то несистемные высказывания. Турчак одно время каким-то образом пытался комментировать военные действия. Ну, видимо, залез на чужую территорию, на своей территории с чем-то не справился, поэтому поехал туда, за Урал, на Алтай. Владимир, мы с вами сейчас в июнь вошли, уже июнь месяц. Всегда вот для России вспоминать прошлый год, то бунт Пригожина, поход Пригожина на Москву происходил именно в конце июня месяца. Может ли подобное повториться не с Пригожиным, учитывая аресты генералов? И, конечно же, не могу с вами не обсудить в догонку вот эту фотографию, которая неожиданно появилась. Мы понимаем, конечно, что это не Пригожин, но это какая-то технология, и кем она запущена, и для чего? Вот главный вопрос. Так, а что там на фотографии? Смотрите, в конце мая появилась фотография, я так понимаю, что это Африка, и что там сфотографирован мужчина, у которого... Да, похоже на Евгения Пригожина. Да, но за блюренным лицом, Владимир, почему-то, опять же говорю, вот создает впечатление, что это абсолютнейшее ипсо, но ключевой момент, кто автор этого ипсо, и зачем это все делается, понимаете? А, ну здесь как раз я вам могу сказать, для чего это делается все. Мы до последнего, еще в начале 2024 года, мы понимали, что проект ЧВК-Вагнер, он практически сходит на нет, он закрывается, и ЧВК-Вагнер уничтожен. Но в какой-то определенный момент, вот в феврале, в марте этого года, на уровне российских силовиков и олигархов было принято решение о реанимировании, о реанимации проекта ЧВК-Вагнер. На сегодняшний день группировка только в Мали, в Африке, составляет более 5000 наемников. Более того, у них есть намерения, планы его проведения специальной военной операции или там боевых действий на территории ЧАДа. В целом, Путин продолжает использовать вот это вот секретное подразделение, по сути, такой филиал ГРУ, главного разведывательного управления российской армии за рубежом, для того, чтобы захватывать новые территории, брать под контроль. Они научились работать с террористическими организациями и находить с ними общие точки соприкосновения. Они выдавливают с помощью ЧВК-Вагнер террористическую организацию из одной африканской страны и берут эту страну под контроль, объясняя населению и местным властям, что вот смотрите, мы решили вашу проблему, но теперь мы вас будем охранять. Вы будете заключать с нами контракты, наши наемники будут охранять вашего президента, как это происходит в Мали. И дальше, соответственно, они выдавливают в другую страну эти террористические организации, создавая проблемы в той стране и, опять же, предлагая свой успешный опыт решения проблемы с тем, чтобы уже и в новой стране получить новые контракты с правительством, с тем, чтобы и это правительство брать под контроль. Они уже контролируют на африканском континенте большое количество территорий, большое количество стран. Для них это форма расширения влияния Путина и путинского олигархата и получения там новых месторождений золота, алмазов, нефти, газа и так далее. Конечно же, в первую очередь это обогащение, но плюс ко всему это геополитическое влияние, и они пытаются на тех фронтах, это такая гибридная война с Западом, выдавливать западные спецслужбы, западные войска, представители ООН, тех же самых, там, голубые каски, то, что они сделали в Мали буквально вот за... В ходе спецоперации, начиная с октября 2023 года, по сей момент, они, конечно же, действуют более кровожадно. То есть, вот я разговаривал со многими, кто так или иначе работали в офисе Евгения Пригожина в рамках нашего расследования, или там состояли в разных штурмовых отрядах Чувакованов, значит, они рассказывают, что, например, западные страны, западные компании, работая там, у них есть достаточно высокие стандарты. Они строят школы, больницы, там, где они добывают что-то, они стараются вокруг, там, даже в пустыне создавать некий оазис, там, засаживая, там, пальмами, какими-то деревьями, создавая островок какой-то жизни. Пригожинские, ну, по сути дела, грушные вот эти вот путинские подразделения, такие как Европолис, Мирогол, они используют метод выжженной земли. То есть, только-только захватили территорию, отбомбили, расстреляли, еще на полях, на сражении видны, там, тела, которые мумифицируются под знойным африканским ветром, они уже привозят туда специалистов по нефти, по газу, вставляют трубу в землю и начинают просто выкачивать максимально возможное количество ресурсов, оставляя после себя на этом месторождении вот самую настоящую выжженную землю, усеянную костями людей. Конечно же, с точки зрения, там, боевой эффективности не могут между собой конкурировать цивилизованные западные компании, воспитанные интеллигентные люди и рейдеры, и бандиты, и кровожадные убийцы. К сожалению, в некоторых африканских странах руководство этих стран на таком уровне находится, когда они сами коррумпируются, на них получают компромат, их подкупают, где-то используют их страхи, где-то убивают, там, террористические методы применяются, убийства огромного количества гражданского населения, тех людей, которые находятся в оппозиции к коррупционерам, связанным с ЧВК Вагнер или с российскими групп и СВР. Но, тем не менее, в общем, вот отвечая на ваш вопрос, зачем эти вбросы сделаны, потому что в Кремле принято решение о реанимировании, они понимают, что в Африке у ЧВК Вагнер очень мощный бренд, при этом то, что в России произошло, когда над Тверской областью ФСБ убило Уткина с Пригожиным, это не сильно повлияло на умы в Африке. Они в целом не сопоставляют историю, что ЧВК Вагнер это то, что было создано Дмитрием Уткиным с позовенным Вагнер и Евгением Пригожиным, соответственно, по команде Путина. Они изначально в Африке относятся к ЧВК Вагнер как к армии Кремля, и, соответственно, в Кремле поняли, что можно без всяких проблем уже и без Пригожина все это реализовать. А для того, чтобы некоторые люди, которые в Африке личность Пригожина мифологизируют и относятся к ней позитивно, для того, чтобы им нужно перед осликом повесить такую морковку и бросить историю, что, возможно, он жив, то есть все продолжается. И чтобы мотивировать и наемников, что это такой хитрый план, возвращайтесь обратно в ЧВК Вагнер, мы еще будем на коне и так далее. Они просто эту историю монетизируют, используют в коммерческих целях, и, конечно же, с помощью искусственного интеллекта и манипуляций, или фотошопа они будут генерировать различные фото и видео, выбрасывать с тем, чтобы создавать эту иллюзию. На самом деле, еще раз подчеркну, это нужно просто проговорить, чтобы наши уважаемые подписчики и зрители понимали. ЧВК Вагнер – это не частная военная компания, это прокси, это подразделение СВР Игру, которое может все, что угодно делать на заграничных территориях, и при этом Путин в любой момент с Нарышкиным и с министром обороны скажет, нет, нет, это не мы, это вот какие-то наемники, что вы, что вы, а то, что им оружие, вооружение доставляется бортами 23-го, 24-го летного отряда Минобороны, то, что многие их наемники приезжают в Сирию, а потом через полтора года вылетают из аэропорта Мали и по возвращению в Россию ФСБ мне задают никаких вопросов, почему они непонятно, где были полтора года, все это уже как бы за кадром. Это, еще раз, это секретное подразделение, которое использует наемников в своих военных, политических и экономических целях, при этом используя террористические методы, бесчеловечные методы, жестокость и так далее. Основная цель – это расширение геополитического влияния Владимира Путина и участие их в гибридной войне против Запада. Владимир, мне еще очень интересно ваше мнение о следующем человеке, его вывожу на экран, Алексей Дюмин. Многие пишут, что новый человек вошел в Кремль, получил должность секретаря Госсовета. Я вначале посвятила там несколько дней, изучая, что это за Госсовет, почему туда входит и премьер-министр, и президент, и чиновники, и министры, зачем он существует. Да, вот все вот начали обсуждать, что Ростислав Мурзаголов, бывший политехнолог Кремля, мне говорит, Дарья – это аналог Совбеза, две организации, которые будут теперь воевать друг против друга, и, по сути, сегодня Путин создает этих фаворитов. Сейчас поднимет еще Бориса Ковальчука, который глава счетной палаты, и вот Алексей Дюмин и Борис Ковальчук будут двумя фаворитами при короле. Согласны ли вы с этим? Считаете ли вы, что секретарь Госсовета на сегодняшний момент, это будет должность какая-то, что-то будет решать, на что-то будет влиять? И вообще, может ли это стать рывком для Дюмина, стать, например, новым премьер-министром через несколько месяцев? Дюмин – это человек из спецслужб. Он работал долгое время в службе безопасности президента в ФСО. Ну, по сути, не президент, а теперь уже мы точно знаем диктатора. Он успешно носил за ним портфель бронированный дипломат, который в случае чего раскладывается на три составные части и является таким бронесчитом для защиты охраняемого лица. Он его очень долгое время лично прикрывал. Потом у него был карьерный рост внутри ФСО. Он действительно сошелся с Владимиром Путиным. Он умеет читать психологию Путина, видит по глазам, по выражению лица, когда нужно промолчать, когда нужно принести, скомандовать, чтобы ему принесли чай с лимоном или какие-нибудь ягодки и так далее, когда нужно закрыть двери и так далее. Он, конечно, специалист по всем любым неформальным поручениям, чего изволите, будьте любезны. Поэтому его Путин отправил на повышение. Сначала отправил смотрящим за российской армией, назначив заместителем министра обороны. И как раз в то самое время, совершенно случайно, а может быть не случайно, силы специальных операций Минобороны участвовали в передаче большого количества вооружения так называемому подразделению батальона тактической группе Вагнера Дмитрия Уткина. Как раз было создание того, что теперь уже известно, как ЧВК Вагнер. То есть Дюмин стоял у руля создания вот этой вот армии Кремля, армии головорезов. Соответственно, дальше в какой-то определенный момент он со своей задачей справился. И в то же самое время Шойгу постепенно раздвигал локти и был в фаворе. И очень успешно рыбачил с Путиным, собирал где-то в тайге морожку и так далее. И дальше, соответственно, Дюмина потихонечку отправили губернатором Тульской области с тем, чтобы опытом поднабрался административной работы, как возможный один из преемников. И в то же самое время нужно понимать, что Тульская область – это один из ближайших к Москве регионов, где достаточно большое количество размещено военных заводов, вооружения. Соответственно, там тоже Дюмин выполнял такую двойную задачу. Его задача была не только губернаторская, но и контроль, обеспечение, развитие военно-промышленного комплекса и военных предприятий. Сейчас его перевели на позицию секретаря госсовета, при том, что многие думали, что Дюмина могут назначить либо новым министром обороны, либо даже директором ФСБ. Тем не менее, у него такая формально бюрократичная должность. Но в России все определяется не только должностью, но и тем, из какого клана, из какой группы влияние ты. Если бы он пришел с позиции, не знаю, какого-то чиновника-финансиста на позицию секретаря госсовета, это был бы обычный бюрократ без какого-либо влияния. Но если это человек из ФСО, если это человек генерал российских спецслужб с мощной поддержкой по линии Федеральной службы охраны, и он находится в контакте с теми, кто лично летает с Путиным на вертолетах, кто с ним каждый день в общении, у него есть возможность передавать нужные папки Владимиру Путину, это совсем другой уровень влияния, и теперь у него появляется вот такая вот линейка выстраивания системы по контролю губернаторов. А в целом Путин, конечно же, заказчик этой истории, ему хочется, чтобы все губернаторы смотрели ему в рот, чтобы не было своеволия, чтобы помощники или заместители губернаторов вдруг не публиковали ссылки на расследование ФБК и Алексея Навального, или какие-то там антивоенные материалы, а такое было, и вот недавно, там на днях отставка произошла одного из высокопоставленных чиновников в Самарской области, и губернатора тоже, которые вошли в клинч с российскими силовиками. Поэтому, в общем, эта история такая, где ФСО будет наводить порядки, где, соответственно, будут готовиться отчеты, и те губернаторы, которые справляются с военными задачами Путина и которые силовикам близки, они будут получать в рамках Госсовета позитивные оценки, преференции, и, соответственно, Дюмин их будет рекомендовать дальше для продления, пролонгации их власти. Ну, а, соответственно, наоборот, те губернаторы, которые каким-то образом будут своевольничать, допускать свободы мысли на территориях, допускать какие-то антивоенные настроения и так далее, тут же Дюмин будет на них составлять соответствующие чиновничьи справки, по которым уже российские спецслужбы будут отрабатывать, и мы будем видеть там череду новых задержаний, арестов, мэров и губернаторов. Вот такая вот эта позиция, и я могу сказать, что, да, это создание такой двойной системы, или там тройной системы контроля, и, конечно, это в какой-то мере это усиление самого Дюмина. Но здесь еще нужно, опять же, вернуться к событиям июня прошлого года, ведь Дюмин был у истоков ЧВК Вагнер. Конечно же, Дюмин был огромным авторитетом лично для Дмитрия Уткина, да и для Евгения Пригожина в том числе. И именно за благословение Дюмина его дружище, другой спортсмен, боец из ФСО, который уходил сначала в Росгвардию к золоту, Рома Гаврилов, именно он уходил быть заместителем Пригожина в так называемый ЧВК Вагнер. И там мартовские, апрельские видео с оккупированных территорий из-под Бахмута, на них был такой высокий, большой, здоровенный мужик рядом с Евгением Пригожиным, где он его в какой-то момент, Пригожий сказал, Рома, ну, сними маску. И он снял маску, и все увидели вот этого Романа Гаврилова, который долгое время работал в ФСО в охране Путина, и потом в последующем перешел и возглавлял Главное управление собственной безопасности Росгвардии у Золотова, который тоже выходец из ФСО и службы безопасности Путина. Соответственно, это нужно было Пригожину продемонстрировать и опубликовать с тем, чтобы все понимали, что за ним не только наемники, но еще и ФСОшники его поддерживают. И вот в этот момент вооруженного мятежа у Пригожина, Уткина и тех, кто вместе с ними все это проектировал, у них был план опереться, в том числе на генералитет ФСО, во время вот этой вот ротации, во время вооруженного мятежа добиться повышения позиций ФСОшников, которые устали сидеть на запасной скамейке, и планировалось, что Дюмин как раз может возглавить либо Минобороны, либо ФСБ, соответственно, Суровикин станет первым заместителем министра обороны и усилит свои позиции, а Шойго, соответственно, будет отправлен в отставку. И в тот момент, когда Пригожину и Уткину так была нужна помощь ФСОшников, которые из Москвы одобрят их поход, их мятеж, и встретят их с хлебом с солью, поддерживают и нейтрализуют тех, кто их мог бы там расстрелять на поступках Москвы, в это время Дюмин поступил очень грамотно. Он, конечно же, переметнулся, он показал стопроцентную лояльность Путину, сдал все, что только можно и участвовал в переговорах по прекращению этого вооруженного мятежа. Путин это оценил, и Путин его таким образом отблагодарил. Тех, кто его, в его понимании, предал, он убил, с ними расправился 23 августа, взорвав Эмбрайер. А тех, кто встал на его сторону в момент, когда все действительно балансировало и было там на грани государственного переворота, тех людей вот он ласкает, поддерживает и дает такую дорожную карту, что если вы будете крепко держаться за штанину или за пиджак Путина, то у вас будет карьерный рост. Ну и в целом, так как у него же панические настроения, у диктатора часто бывают, он переживает, что на него будет совершено покушение, что его хотят убить и так далее, он делает очень высокую ставку именно на ФСО и на службу безопасности. И в этой части ему нужно не только их снабжать хорошими зарплатами, премиями, хорошими условиями содержания, там, санаториями на берегу Черного моря и так далее, он еще делает все возможное, чтобы показывать, как у них, у личных охранников является дорожная карта. То есть ты его хорошо охраняешь и завтра тебя назначат губернатором, министром, замминистра, секретарем с Орбеза или там Государственного совета и так далее. То есть он мотивирует свою охрану, что не нужно вестись на какие-то уловки, если там на завтра на вас выйдут люди Кирилла Буданова или из ЦРУ, значит, не убивайте меня, не травите, не капайте мне какой-то яд в чай, а сохраняйте мне лояльность, предотвращайте покушение на меня и будете даже без наличия к этому интеллектуальных способностей высокопоставленными большими чиновниками, будете богатыми людьми, миллионерами и даже миллиардерами. Ну вот такая вот внутренняя коррупция, внутренняя мотивация для ФСОшников. Может это еще там какое-то время помогать ему удерживаться власти? Да, безусловно. Может подобная система государственного управления приводить к улучшению уровня жизни собственного народа? Ну, очевидно, что нет. Значит, уважаемая аудитория, просим вас, пожалуйста, поддержите ГУЛАГУ.нет, подпишитесь на все источники YouTube-канала, телеграм-канала Владимира Сечкина, он делает очень важную работу, и мы обязательно будем это освещать. Это очень важно, это миссия. Владимир, мы очень вас благодарим. Уважаемая аудитория, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал «Дай счастливый» и напишите комментарий. Нам, кстати, очень интересно, кто нас смотрит. География просмотров. Центральная Европа, страны Балтии, Великобритания, Америка, Канада, Австралия, Россия через VPN или нет? СНГ, много Казахстана нас смотрит. Пожалуйста, поддержите, влагу на это, в поддержку Украине. Владимир, я благодарю, что вы нашли время и, надеюсь, традиционно до скорой встречи. Спасибо, Даша, вам большое. Спасибо всем, кто нас смотрел. И, конечно, мирного неба над головой всем, кто смотрит и будет смотреть это потом в записи. Спасибо.